Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что это за турнир Миксфайт промо, и вот в частности, чем отличаются Миксфайт и Миксфайт для того, чтобы журналисты смогли понять. Три серии проходила у нас на юге Украины, две из них проходили у нас в Николаеве. Последний турнир у нас проходил на территории Николаевского огромного ночного клуба. Это был у нас июль месяц. Сейчас идет четвертый этап профтурнира, у вас на территории Аркадии, соответственно, потому что лето там большой поток туристов, людей. Вот, четвертый профтурнир, на котором присутствуют ребята, вот, приехали гости у нас в Грузии, приехали ребята с Молдовы, вот, и, то есть, много городов, Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев, Хмельницкий. Все, да, западная у нас? Западная. Западная. Сушгород, да, да, то есть, это достаточно насыщенный турнир. Вот, решили четвертую серию проводить в Одессе. Планировалось это все дело заранее, специально делали подготовку на Николаевской базе, и, как бы, итоги этого сезона будем завершать у вас в Одессе. Сегодня немножко, извиняюсь, немножко все ребята, и мы немножко подуставшие, замотанные, потому что приехали к вам, обычно тут весной спокойно, мы были зимой, весной, сейчас летом у вас дурдом, и у нас дурдом тоже, потому что у нас дурдом и со всем получился, с проживанием и со всем остальным. Начнула клуба Бонны, мы ставим полностью у них внутри наш спортивный октагон, восьмиугольник, называется, вот, то есть, полностью все завозится, баржа, освещение, ну, то есть, мы привозим свою арену с утра, она привозится и будет ставиться с самого утра, там, в 8 утра, потом, в следующий день будем все это дело разбирать. У нас один день турнир. И это будет происходить завтра, да? Завтра у нас сначала, да, 8 часов. 8 часов, будет целый день до конца дня, да? В 8 вечера. Да, там 13 поединков, сразу объясню, профессиональные турниры, как правило, они не проходят долго, то есть, они, как правило, в профтурниры идут 3-4 часа, потому что все эти долгие турниры, в основном, по любителям, когда много участников, разная весовая категория, у нас, как бы, идет чисто 13 поединков, там, немножко разбавлено это шоу-программой, чтобы зрители не уставали буквально немного, вот, поэтому ориентировочно где-то до 4-х часов мы настроены на то, чтобы это все провести, потому что больше 4-х часов и ребятам тяжело в подготовке, и тяжело зрителям высиживать, они там, а, я просто полослана посадил, да, и зрителям тяжело, то есть, турнир примерно до 4-х часов времени будет. Ярослав, расскажите, пожалуйста, смешанные единоборства, что туда входит, какие виды, какие элементы, из каких единоборств? Смешанные единоборства, они представляют собой все виды спорта, боевые, которые только есть у нас, то есть, это и карате, и бокс, кикбоксинг, борьба, это все виды единоборств, которые борьбы и всего остального, которые есть у нас, и они все совмещены в одном, микс-файт. В переводе так и идет, смешанный стиль. Выступают ребята с разной подготовкой, и с борцовской подготовкой, и смешанники, и с ударной подготовкой, но в связи с тем, что сейчас у нас, скажем, микс-файт в Украине начал активно развиваться, ну, лет, так, скажем, пять, наверное, не больше, активно вообще два года, два-три, вот, поэтому сейчас уже есть секции конкретно ММА, то есть, конкретно микс-файта, уже где изначально ребята учатся это связывать, раньше было, то есть, это, допустим, приезжают ребята с борцовской школой, с боксерской школой, то есть, с разными стилями, которые не готовились конкретно под смешанные, то есть, они уже из какого-то вида спорта попадают в смешанное единоборство, да. Сейчас уже конкретно есть секции, конкретно ММА, конкретно микс-файта, уже детей с юного возраста уже учат сразу всем тонкостям и ударной, и борцовской технике. Раньше, в основном, все ребята выходцы из других видов спорта, которые во взрослом возрасте совместили все это дело. Спасибо. А где эти секции находятся по микс-файту в Одессе? Вот на этот вопрос ваш местный тренер. У нас в центре города есть секция, потом на поселке Котовского секция есть. Ну, опять же, по ММА, это одно как боевое самбо, оно приближено к ММА, поэтому они называются и по боевому, и панкратиону также относятся к ММА. Это все смешанное единоборство. Поселок Котовского, сейчас собираются Таировы, если я не ошибаюсь, да, там вы собираетесь, Евгений Горьев, Оду, центр смешанных единоборств открыть. Поэтому потихонечку развивается. В Николаеве, конечно, залов больше, но у них и город меньше, поэтому у них конкуренция там серьезная в этом плане. Скажите, пожалуйста, предовой фонд? Финансовые дела у нас подписываются договора. Если люди, которые договариваются со спортсменами, мы просто не оглашаем все это дело. Финансовая, как говорится, тайна. Конечно, каждый спортсмен получает финансовый гонорар. Проиграл он или выиграл, без разницы. Гонорары сейчас у нас в Украине невысокие в связи с ситуацией, с курсом валют и всего остального. Гонорары оставляют желать лучшего. Но они есть, то есть мы стараемся перекрывать ребятам проезд питания, проживания, это стандарт, и гонорар. То есть, ну, сказать, что они там мега сказочные, мы не можем, не будем играть. Участвуют четыре бойца с Одессы. Денис расскажет, а кто с Одессы будет? Ну, с Одессы выступают два моих спортсмена в клубе «Октагон». И два представителя, я не помню, честно говоря, клуба. Это Хавилов Абдулла и Шамиль, фамилии тоже не скажу. Ну, тоже ребята зарекомендовали себя с хорошей стороны. Они уже выступали с моего зала. А? Да, ребята, они в любительском спорте, они уже там, по-моему, мастера спорта, если не ошибаюсь. И в профессиональной Корее, вот и на прошлом боях в Одессе. Они выступали оба, у них, я не помню, рекорд их, не. А по моим спортсменам Дмитрий Продон, он в прошлый раз выступал тоже победил в Одессе. И Гнеденко Александр, это относительно молодой спортсмен. Ну, да, это два моих спортсмена конкретно. А те ребята, как бы, это не мои ребята, но в Одессе будут защищать в честь города. А девушки вы выступали? Девушки... Вообще, в практике есть девушки, но в Украине, если я не ошибаюсь, нет молодой. У нас проходили в Николавии год назад турнир проходил, в котором выступали девушки. Но на данный момент на Украине нет профессиональных бойцов, девушек. Поэтому у нас более профессиональные бои, чем в Евске. Девушек проще найти по тайскому боксу, пока один. Да, по какой-то определенной отрасли. В Грузии, я не знаю, как ребята. Женщины у вас есть там выступают? Да, ну что есть там. Давайте передадим слово к Булашеве Георгии. Расскажите, вы приехали вместе с Чихладзе и Иракли, или у вас из Грузии намного больше приехало спортсменов, и первый раз вы участвуете в турнирах в Украине? Я все больно просто не могу сказать. В Украине вы первый раз? Я не первый, Украина не первый, но здесь, это город. В Одессе первый раз? В Одессе первый раз, да. Это как? Это еще не правильно, я думаю, пока не очень еще. Они вчера вечером просто только приехали, и еще только с гостиницы сразу сюда, вот. Поэтому еще не видели города Одессы. Нет, нет. А сколько вы видели? Я еще в Грузии постоянно без Грузии буду участвовать. Один с каждым. У меня есть клуб, мой клуб, который там вес 50 человек. Но я вижу сюда сколько в Одессе. Один. Один человек, да. Один спортсмен. Один спортсмен. Он будет, у него будет бой с нашим спортсменом, с городом Николаем Вячеславом Теном. За поезд, за поезд, который Вячеслав Тен отставил уже в третий год свой поезд. И в этом году он будет оставить его в Одессе с соперниками из Грузии. Но не у нас будет бой с разъема. У них есть свой рейтинг. И по этому рейтингу спортсмен и оплачивается, и выступает на всяких различных турнирах. Они знают, что идет этап турниров. Они подают ребятам заявки. Эти заявки рассматриваются. В зависимости уже от ихнего мастерства. Ну, а нюансов есть у нас главный тренер, который состыковывает пары эти. Ну, и принимает решение, кто будет выступать. А вот вы перечисляли города. Я так понимаю, что восточных участников нет. В этот раз восточную Крыму нет. Нет из-за вот именно политической ситуации? Или просто, ну, там это не разлито, поэтому не было ничего. Нет, там это очень развито. У нас приезжают ребята из Луганска, из Донецка. Просто в связи с этой ситуацией, они сейчас не все могут тренироваться. Некоторые приезжают. Ну, Коломаху, у нас из Донецка. А, ну, у нас, кстати, есть Донецк, конечно. Один парень есть, но просто в основном тот состав, который приезжал сейчас. Многие в России выступают сейчас по каким-то причинам. Многие сейчас нет возможности тренироваться. Просто так совпало, что на этом турнире нет. То есть у нас все нормально. У нас был турнир полгода назад. Николай, были ребята из Луганска. Был Максим Швец из Донецка, мастер спорта по борьбе. И все нормально. Не хватает хороших спортсменов. То есть у нас вообще мы не стараемся не касаться политики. У нас нет такого, что мы не приглашаем ребят из-за того, что они там... Ну, это бред. Мы их приглашаем. Но, опять же, Швец, который приезжал, он говорит, тяжело на самом деле, потому что тренировочные условия у них проходят где-то в подвальном помещении, которое не оборудовано никак. То есть они тренировались полгода назад. Мы когда общались, это очень тяжело им было. Ну, по крайней мере, приезжали. Они сегодня бомбят, завтра не бомбят. Они то там, то там. Ну, ребятам хотим пожелать, чтобы быстрее дурдом закончился. Не позавидуешь им. А вот еще вы все время говорите о Николаеве. И, Николаеве, почему там на уровне, как бы это город, у нас играет чуть поменьше, чем Одесса? А почему там больше развитое напомление, чем у нас? Так получилось. У нас зародилось там две федерации. Ну, у нас очень спортивный город. У нас очень много большая школа кип-боксинга и борьбы. И зародилась федерация у нас, и зародилась федерация... Ребята еще у нас есть одни. И за счет, наверное, этой большой конкуренции они начали очень активно это дело развивать. Сейчас, в принципе, на юге Украины мы единственные, наверное, которые проводим такие масштабные турниры. Ну, и я не думаю, что последние года два, наверное, одни из немногих вообще в Украине. Вот. То есть, конечно, еще федерации проводят тоже неплохие, но реже намного. Вот. Большая конкуренция. Много спортсменов, много секций. Зародилось как-то, но так вышло. Честно, допустим, почему нужно идти по именно смешанной, да, начинать там свою, скажем, спортивную карьеру? Чем лучше это от какой-то узкой направленности? Смотрите, это же самое боевое самбо лучше. Почему? Потому что из детства приучают эти все комбинации, то есть работать в паре. Они занимаются именно целенаправленно и знают, как правильно все это дело связать. Борцу тяжело поставить ударную технику, когда он вырос. Боксеру тяжело уже поставить борьбу. Лучше в детстве все это зарождать, когда он умеет все это ввязать. То есть это боевое самбо было, да. В основном все смешанники оттуда из боевого самбо. То есть это такой вот как в реальность, да? Да, не так как это вот взлаза? Боевое самбо это, скажем, да. В основном все спортсмены, ведущие спортсмены из Иргилы. Это Мэй, то есть у нас Украина-Россия – это боевое самбо. То есть это единственный спорт такой, под кротивом боевое самбо, который связывает, учит связывать все эти нюансы. И он ближе всего к смешанным. То есть это, в принципе, и есть смешанные, только любительские. Спасибо за не один вопрос. Сергей, у кого еще есть вопросы? То есть, в принципе, люди дальше тренируют какие-то города проводить, где-то посещать. У вас в перспективе какие-то турниры еще есть? Да. Ну, другие страны, которые говорят. Да, 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 да. Ребята выступают еще по М1, да, есть такая федерация М1, да. Берегут, там есть другая связь, еще и там. Ну, какие страны приспекли? В России, да, да. Какие следующие страны планируете? А, следующая, Дагестан. Да. Дагестан? В Дагестане, да, следующая? Нет. А, следующий турнир, да, в Грозном. В Грозном, в Чечне, да, наши ребята. Да, в Чечне, да, и потом в Дагестан. Они постоянно ездят, они и в России бывают, да. Потом это, где, Абудаби. А, Ромские имюраты, да. Потом Чина, Чина. Китай. Ну, то есть, ребята постоянно катаются, да. Потом еще и М1 человек, да, в Дагестане. В Дагестане, да, они не сидят на месте. Если вы увидите, получится поздно, где-то вы будете ехать дальше. Нет, там другая федерация. Они выступают на М1, есть М1, челлендж, это вообще другая федерация. Они выступают в нескольких федерациях сразу. Наш рейтинг не касается М1. Они там напрямую договариваются с этими промоутерами насчет боев. То есть, они не отбирают, они не отбирают в зависимости от нашей федерации. Они смотрят просто по рейтингу. Взяли бойца по рейтингу одного, другого. Захотели, пригласили на турниры. Захотели, не пригласили. А можно вопрос, Кабалыш или Георгий? Вот чем все-таки отличается МИА файт от Микс файт? Да, МИА. Это МИА. МИА это... Это на грузинском МВД. По-английски это МИА. А по-русски? Микс файт. У нас это называется Микс файт. МВД. Микс спонсор, значит, наш клуб спонсорит, который не... МВД спонсорит Министерство внутреннее. МИА. Да. То есть, это как спортивный клуб при МВД Грузии. Да, МВД Грузии, да. Это МИА МВД. МИА Панк, да. Панк, да. А по-русски, да, МВД. Перевели. Все вместе. Коучистик, спасибо. А тогда вы звали? Причем, одно к другому. Если клуб МВД, у вас звание есть? Нет, нет, это не... Как ты вот сказал. Одно к другому не относится. Да. Это спортивный клуб. Это спортивный. Который... Курируют МВД. Что звание? Ничего не звание. Я генерал. А Заяц, вы не волнуете? Завтра узнаем. Вы можете, пользуясь тем, что здесь присутствует французка, пригласить его. Тем более у нас же не начальник МВД в Одесской области. Тоже из Грузии. А, Георгия. Повезло, ребята. Легкое доживаю, что вы из Грузии даже не поезжали. Да. Правильно. Я предлагаю разрешение нашей ПИС-конференции, чтобы каждый по 30 секунд, по минуту пожаловал что-то одесситам, может, спортсменам, да, чтобы они развивались дальше. Какой-то вот цель дать, чтобы наш спорт действительно развивался, в том числе не хуже, чем Николай. Ну, конечно, хочется пожелать всем одесситам, в первую очередь, как и у нас, слава богу, мира, что этот мир продолжался. Молодежи заниматься спортом, будут заниматься, будет конкуренция, будет результат, будет рост. Ребята у вас хватает, хороших спортсменов, тренировок у вас хватает. Я думаю, постепенно наши турниры раскачают большую арену Одессы. И все, со временем у вас будет на хорошем уровне. То есть у вас есть ребята, просто еще не так часто, пару лет не проводились хорошие турниры, вот и все. Все будет нормально. Поэтому неситам желаю спорта, здоровья, удачи и мира, конечно же, в наше время главное мир, позитивный. Спасибо, Игорь Слав? Самое главное, хочу повториться еще раз, Максим, это мир над головой. И чтобы люди развивались в спорте, пускай занимаются спортом и поддерживаем любой вид спорта, это будет бокс, кикбоксинг, это будет танцы, это будет аэробика, все равно, лишь бы люди занимались спортом и не ходили по улицам, не занимались ерундой. Поэтому, когда люди есть спортивные, это здоровая нация, здоровый дух. Всем одесситам желаю только спортивного здоровья, тогда будет все хорошо. Спасибо. Денис? Хочу всем одесситам пожелать, чтобы вели здоровый образ жизни, занимались спортом, посещали наши мероприятия, соревнования. Ну и мирного неба над головой, как уже ребята сказали. Идея, знаете, это будет неправильно, потому что мы не дали слово нашему гостю, Иерархе Чехвадзе. Я думаю, что это будет совершенно неплохо, если он даже на грузинском, да, пожелает что-то, одесситам. Тем более у нас действительно есть достаточно много грузинок, которых мы завтра ждем у нас на мероприятии. На грузинском, если он хочет, может парень на грузинском. Да, на грузинском на грузинском. Пожелаю, что-то там, пожелаю, пригласите. На соревнованиях, да, тем более у нас есть грузины в Одессе и, наверное, на грузинском, да, тем более у нас есть грузинский. Спасибо. Интересно, грузинский язык он красивый, поэтому мы и так едем, и было слышно по интонации, что нам тоже желали мира и добра. Потом мы скоро все заговорим, но в дружеских странах начинаем это сейчас. Спасибо, на этом наша конкурсия закончилась. Спасибо. Продолжение следует...